всем здравствуйте здесь лена ванкувер канада и я хочу сделать для вас расклад на два дня если вы нашли это видео вечером это будет на завтра и послезавтра если вы нашли видео утром или в течение первой половины дня это принципе на текущий день может быть и на завтрашний день то есть на два ближайшие дня я для вас разложу две колоды я часто это делаю левый правый расклад потому что вы можете выбирать в вы не должны делать то что другие от вас хотят то есть вы выбирайте пожалуйста левый или правый расклад и посмотрите тенденции дня какая энергия будет вокруг вас к чему вас подведут высшие силы какие дадут возможности какие и препятствия и от чего отведут высшие силы это карты таро и кстати ангельская таро поддержку дает от высших сил и конечно ленорман и так на ближайшее время да у нас как всегда идет дождь и это располагает к душевному разговору к чему вас подведут высшие силы в течение этих двух дней можно даже 3 смотреть то есть на ближайшее время да здесь у вас карта дома вашего родного дома какое-то время нужно будет провести в родном доме с чувством удовольствия и это чувство удовольствия вообще не зависит от того у вас дорогой дом или дешевый в смысле а в том районе где вы живете сколько он стоит и что в доме зависит от вашего отношения к дому да здесь дом как крепость как защита какое-то время нужно будет провести в доме а также деньги смотрите деньги видите небольшие деньги потратить на уют одного дня что это означает жизнь уютная она не состоит из каких-то огромных трат разочарований от того что чувства мне этого не хватает у меня этого нет уют ежедневного дня зависит очень часто от того какой у нас настрой и те вещи вокруг нас и те люди которые вокруг нас любим ли мы их я не нас полезны ли нам эти люди помогают ли они нам или мешают достижение наших целей и здесь я хочу сказать что деньги в этот день который вы наметили вы можете потратить на что-то вам необходимое на что-то вам хорошее на что-то для вас полезное и на себя любимую а также на вас любимого может потратить деньги вот этот человек такой красивый мощный который умеет любить умеет горячо обнять вот такой человек у него будет тенденция и желание вам что-то приятное купить на вас потратиться но может быть такое что и не просто желание а именно в этот день он найдет где-нибудь на интернете или по месту жительства он или она найдет то что посчитает нужным приобрести для вас еще одна карта на это текущее время и это очень сильно мощная карта потому что она говорит что деньги будут видите пентакли вокруг встроенный ваш дом до ключ в руке у вас ключ в руке и этот ключ к счастью на самом деле каждый день мы приближаем счастье здесь вы приближаете финансовое благополучие каждый день который вы проживаете с радостью с удовольствием с расслаблением ума не должен напрягаться напряженный ум это больной ум но ум нужно расслаблять а тело нужно напрягать в общем такая методика я как гомеопат говорю но мы люди все делаем наоборот мы напрягаем до безумия ум пока у нас не сгорит и мы абсолютно не умеем напрягать тело что напрягать тело это больно до мышечная боль возникает а вам здесь рекомендуется знать что от того что вы прожили может быть день не так не такой продуктивный по вашему мнению это все наоборот потому что именно вот такой непродуктивный но день прожитый с удовольствием без напряжения ума это самый эффективный день для построения будущего счастья пожалуй вот так здесь я вижу еще волшебная палочка ведь это король жезлов говорит о том что в этот день вы можете встретить и любовь да да многих это возможно и любовь и счастье и реализацию своих талантов ведь жезлы это когда вы реализуете то что природа вам дала и конечно за один день нельзя там реализовать не знаю как но приблизиться к тому что ваши нащупать для себя вот эту золотую жилу нащупать то что ваши и получить это для себя это возможно ой какая классная карта обратите внимание на эту карту эта карта называется вообще по правилам очень мощно верховная жрица да это вы на своем троне и вы здесь получаете от вселенной вот такие знания это знание эзотерические то есть что такое эзотерика то чего не видно мир теперь переходит из трех деменций когда все видно и часто мы думаем что мы можем научиться на ошибках других как бы нам видны ошибки других на самом деле нет они только нас могут завести в туда где нам не нужно это трехмерное измерение она полна негатива черных темных сил сатанинских и так далее мы знаем брутальную историю земли да а верховная жрица говорит о новом времени потому что она эзотерическая духовная другими словами что такое духовный мир любая религия эзотерика тоже туда в эту ипостасию того чего не видно то есть четвертое и пятое измерение то чего не видно это уже началось на земле конечно потому что смотрите мы с вами можем видеть друг друга из разных частей мира да это уже же проявление четвертого измерения здесь по верховная жрица и вы будете знать что делать относительно того вопроса вопроса который сейчас вас очень сильно волнует может вы прокрастинировали не занимались этим вопросом по той причине что боялись сделать ошибку не будете сделать ошибку а потому что только те кто делает ошибку идут вперед и побеждают да тот кто боится сделать ошибку тот всегда проигрывает это я карта любви эта карта большой взаимной любви карта архангела рафаила и эта карта влюбленности здесь я вижу что вот произойдет это знаете эта встреча очень часто у многих кстати может проиграться именно в это время или все готовится там на небе для того чтобы эта встреча произошла дать произойдет эта встреча эта карта примирения зеленая карта венеры и архангела рафаила архангел рафаил сотрудничать с венерой это правильный товарно-денежный обмен когда вы что-то выгодно покупаете продаете не только выгода для вас но вообще как бы по совести да и тоже венера о том что вот такие отношения продаем или покупаем они же тоже в семье с любимыми когда когда эти нарушения когда эти отношения не нарушаются то есть правила венеры у нет нет споров между любимыми потому что знаете когда делается одолжение другому должен тот другой должен ему а вот здесь вот нет никаких одолжений есть такая такая синастрия знаете где есть баланс между тем как партнер что партнер вам дает для жизни что вы ему даете здесь есть баланс мощно конечно карта да очень сильно мощно вам нужно знать что именно сейчас творятся чудеса в вашей жизни вот вы здесь перемены луна перемены перемены будут в жизни и вы не должны бояться их это перемены вам на пользу видите отшельник да все о том же это вот и мужское и женское вам говорит об одном и том же что ведь у него есть латерна такая магическая латерна и через эту магическую латерну вы входите в понимание того что двери к любому успеху из открывается изнутри и вам нужно эту внутреннюю дверь найти отшельник поможет этот 1 знаете такое время пусть даже короткая но из короткого состоит все и длинное тоже из многих многих коротких когда вы сможете определиться и даже может пожаловаться высшим силам до пожаловаться архангелу михаилу рассказать ему о ваших страданиях о том что вы хотели бы для себя и архангел михаил выслушает вас это высшие силы которые вас выслушают может быть сейчас то меня смотрит у того отчаянное положение то карта отчаянного положения не отчаивайтесь помощь всегда есть вот видите здесь уже высшие силы вам помогают помощь всегда есть мощнейшая карта урожая то есть успеха и ресурса который у вас будет иметься в это время наполнится жизнь ресурсом именно ресурсом темновато я прошу прощения если что потому что темный день до наполнится ваша жизнь ресурсом ресурс это на хорошее самочувствие до выздоровления ресурс ресурс это талант который вы можете использовать для того чтобы достичь свои цели ресурса это вера в себя и так далее очень мощная карта она называется традиционно повешенные она в таком виде обычно выступает смотрите видите а это день медленный но уверенные ведь а карта повешенным в ней есть скрытый тайный внутренний смысл чтобы решить что-то на внешнем уровне нужно решить это на внутреннем и именно повешенный говорит об этом внутреннем уровне и или иллюминацией сознания что такое иллюминация прояснением прояснения сознания относительно 1 или другого чего-то до именно прояснения сознания когда вы не сомневаетесь а вы идете туда куда вам нужно ни в чем не сомневайтесь сейчас вы играете судьбой да вы часто судьбу обвиняете что что-то не пошло не так как нужно или может быть с вами играют другие люди здесь и какой-то недостающий пазл какую-то информацию вам нужно получить в этот день в эти несколько дней вы получите какую-то недостающую информацию относительно того вопрос который вас волнует и вот это отдельная не мир незнаемая раньше информация то есть недостающие какое-то звено она вам очень поможет понять что делать там например что под продавать что покупать что что там думать о том или на другом но меньше на думать больше действовать да вот эта карта об этом меньше думать больше действовать это карта так называемая маг она заканчивает расклад с этой стороны щит буду делать правой но карта маг говорит что смотри по три лампу да напоминает вам о том что здесь делает действие меньше думай больше делай вот этот день такой недумание а делание рассказала и так смотрим на ленорман мои дорогие что принесет вам это время он это очень хорошая карта опять же вот эта карта благородных действий какой-то человек направлении к вам будет действовать очень благородно благородное действие да и любить будет конечно лилия и сердце это о любви какой-то человек будет к вам благородно настроен кто-то вас любит кто-то за вами наблюдает для того чтобы вам помочь и кто-то хлопочет о том чтобы с вами встретиться здесь вы может любом или как столкнетесь с кем-то буквально неожиданно и будете очень рады встрече смотрите это дружелюбный пару дней или день карта собака карта лишь дружелюбие верности исполнение желания это карта любви и доверия благородных поступков и удобного положения ваше положение из неудобного станет удобным это гарантируется особенно касается своего дома и личных отношений потому что дерево это личные отношения семья вот такая личная жизнь вообще многие люди думают что личная жизнь это только любовь ну там карта сердца вышла это на самом деле не так личные отношения это все 12 сфер этой карьеры и работы и благоустроенный быт и всего такое так что карта здоровья вот здесь хорошее самочувствие выздоровление если вы болели выздоровите выздоровление или просто будет лучше настроение до карта коса говорит что-то срочно нужно будет сделать в эти дни не откладывать ничего в долгий ящик что вы раньше может быть откладывали в долгий ящик какие-то события дела что-то откладывали на потом потому что прокрастинация бывает от того когда мы не знаем что делать да только говорят глаза боятся руки делают да ключ найдете то есть если кто-то навешал замки например дал вам ложную информацию то как раз в это время вы разрулите эту ситуацию то есть те люди которые навешали замки дали ложную информацию хотели от вас отвести то что вам бы помогло то переключить ваше внимание на то что вам неважно незначим он как найти циркач такой да фокусник как он делает такие трюки он отключает внимание отвлекает внимание слушателей зрителя и делать что хочет так вот вашей жизни по карте коса может быть был человек который отключил ваше внимание и в это время делал что хотел пока вы обращали внимание или делали что-то или думали что-то неконструктивное по его наводке то что кому-то полезно и выгодно то есть но это так называемые негативные люди негативное злое темное влияние то есть сейчас у нас появится ключ то есть вы сможете разрулить все и это срочно нужно будет делать потому что коса это срочно а коса показывает на негатив вам срочно нужно открыть двери которые вы не открывали из-за страха это могут быть двери в портал в безобилии и те именно двери где вы боялись что-то предпринять потому что не знали как поступить эта карта луна то очень хорошая карта любви к себе да потому что червовая масть восьмерка червова это любовные разговоры а луна это то что ближе к душе к сердцу то есть любовные разговоры с собой которую вы давно не вели вот такое гемют лих такое знаете приятное внутреннее состояние комфорта и достаточ достаточности такой шведская лагом но у нас в нашей культуре потому что на нас нападали всегда то с одной то с другой стороны то татары то то шведы ужас был до история брутальная но мы оставляем эту трехмерную историю в прошлом идем четырехмерной истории в общем у меня об этом есть другие видео нам людям вот кто из этой полосы очень сложно иметь вот такой лагом приятный комфортный разговор с собой да очень сложно потому что мы сделаны из таких ингредиентов которые нас заставляют постоянно быть в борьбе в недовольстве с собой в поиске но это хорошее все тот кто не ищет ли и не находит никогда но карта луна другом а даст а самодостаточности а достаточности себя самой себе самодостаточности любовный разговор собой когда понимаете никто не может вас сделать счастливы если вы сами себя не сделаете счастливым и от внешних условий счастья вообще не зависит вот заметьте вы вспоминаете свои самые уютные моменты жизни когда может быть и время были было сложное это там был турбулентная сказала и вышла карта ребенок но вообще до потрясающих наши карты ребенок как раз о детском времени и это было бремя и сложное и взрослым приходилось выживать но вы помните какие сладкие моменты и они от внешних признаков не зависит а зависит только от внутреннего состояния счастья а внутреннее состояние счастья у ребенка часто естественное потому что ребенку нужно двигаться дальше но мы взрослые забываем что нам тоже нужно двигаться дальше карта луна говорит что будут перемены небольшие по маленьку постепенно и эти перемены приведут вас к счастью вот лишь только не нужно останавливаться на достигнутом карта развилка она не всегда негативная она показывает открытие или закрытие дорог рядом с карты ребенок карта развилка конечно это маленькими шагами открывать дороги к счастью и иногда мы стоим долго развилки когда мы сомневаемся карта луната карта сомнений тоже иногда мы сомневаемся туда ли мы идем правильно мы живем и когда мы сомневаемся значит еще не время принимать решение когда время принимать решение приходят сомнения уже нет мы знаем точно чего мы хотим так что знаете если вы сомневаетесь еще не пришло время выбирать и это не время тупика это наоборот время открытия дорог потому что следующая карта вот здесь всадник как раз об этом и расклад резонирует с левым очень сильно потому что у нас в левом раскладе маг последняя карта то есть она дает самый главный совет быть как мага знать что ты сможешь без состояния что я смогу ничего невозможно до инициация идет изнутри от состояния смогу у меня получится и это тоже первая карта а также в ленорман карта всадник это первая карта я смогу он сможет он приедет он спасет он да будет метод покой на хотя покой нам только снится там ведь и дом это когда в доме есть счастливое движение ведь карта всадник эта карта движения когда в доме есть движение к счастью когда есть вот этот всадник есть человек яркий человек который движет дела которые не просто говорит отделает да он всегда в седле эта карта вам предлагает быть всегда в седле в седле до в для жизни делать делать жизни и только ну вы можете сделать свою жизнь часто женщины не совсем в этом уверены это связано с конечно с веками порабощения в трехмерном измерении до мужчина говорит при бракосочетании love and cherish to love and cherish я сразу привожу любить и заботиться череш это но знаете что такое череш это когда ну вот все дело для этого человека до восхищаться им так в общем держать его как бы череш это знаете благодарна быть что человек есть в вашей судьбе вот мужчина при бракосочетании говорит to love and cherish я обязуюсь любить и как бы благодарны быть что у меня ты есть она можно по-другому перевести ты этот кухарка уборщица мать там наложница ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты да я буду благодарным судьбе что кстати очень многие мужчины пользовались этим в трехмерном измерении а женщина при бракосочетании должна была сказать to love to cherish and to obey obey это слушаться послушание у женщины должно быть послушание к мужчине вот он будет ее но я уже дальше философски рассуждаю на эту тему что очень важно понять по этой карте да чтобы меня ждали такого всадника такого каверзного кавалера для нее to obey то есть покоряться слушаться послушание человека который будет тебя то череш то есть будет быть благодарным судьбе что ты у него есть да а то есть если ты будешь послушная жена он будет благодарным судьбе что ты у него есть если ты будешь жить своей жизнью что правильно жить своей жизнью и помогать другим жить своей рядом кого любим а вот в карте всадник больше вот этого нового времени но впереди он вперед идет в новое время когда нет вот такого в сексизма такого да и джизма сексизма и всех вот таких новых терминах эти термины все они к делу они по делу они есть как все идет как все в мире это как есть мы можем иметь об этом мнение но нам природа дает только две вещи взаимодействовать с этим или же противостоять этому но противопостоять миру можно но мир раздавит это точно а двигаться вами в вперед в меру своих возможностей и строить по новым правилам жизни в четвертом измерении где где все уже знаете будет более духовно я в этом больше чем уверена я как астролог вам говорю это карта конечно перемена всадник это перемены к вам идут перемены может быть финансах может быть перемены в деньгах может в быту в обстановке до маленькая вот я купил себе зеркальце ведь это уже перемена вот купился такой зеркальце видите симпатичная войти купил это зеркало сам очень дешевая а вот и мне нравится вот такая маленькая радость да вот чтобы чтобы что-то я имею ввиду быть он не должен состоять из дивана за 12 тысяч долларов или из вообще новой квартиры которая будет потеку выплачиваться 40 лет и еще больше в японии уже на несколько поколений дается ипотека нет не нужно этого если вам это но как бы считается тяжело будет да но двигаться вперед всегда вперед всегда вперед и дам тренды важны это не то что мы должны служить им и делать фетиш из них и покоряться им но тренды интересно тренды то что сейчас современно в хорошем понимании этого слова как любое слово имеет две стороны как гора имеет солнечную и теневую может быть тренд как когда ему служат когда люди им покоряются когда люди ставят этого во главу угла и и на этом улице это когда конечно то улице очень очень ущербно или например тренды как просто веяние времени это просто интересно это не значит что я сегодня должна иметь эту сумочку я вообще сумочки не ношу базовой нет это то что мне интересно что в тренде потому что тренд это то что сейчас воздухе витает мысль какая-то новая архитектурная дизайнерская технологическая мысль астрологическая мысль и астрологические мысли нам каждый день дают планеты они меняют и и меняют и и знаки и аспекты всякие то есть планета нам говорят все движется во времени и миллиарды лет нет ни однажды положение на небе не повторялось вот это есть новые астрологические тренды а вот здесь будьте ну знайте о трендах вот эта карта в саник это вообще карта трендов да знаете о трендах что сейчас модно говорить какой язык сейчас ведь язык тоже меняется да какой взгляд на мир вот новые люди что приносят новые технологии это все интересно и этого можно бояться и говорить что это темного духа но если мы боимся точно темного духа все чего мы боимся происходит из темного духа а все чего чего мы не боимся все что мы просто смотрим анализируем любим не любим нравится не нравится нравится взаимодейству не нравится не взаимодейству вот и все но это касательно меня не касательно там соседа или другой страны но у них другие может быть будут национальные тренды например я здесь вот у меня нет занавесок на окнах мне иногда пишут люди почему нет занавесок на окнах у нас например у всех разные занавески мы в этом соревнуемся видите как здорово я говорю как классно что у вас занавески этот это так какой у вас тренд вашем регионе вы соревнуетесь у кого лучше занавеска тоже все интересно да но у нас нет занавесок но вот вместо того чтобы сказать а почему у вас занавески на окнах как уме иногда пишут а почему у вас нет занавеска то же так некрасиво я говорю как классно что у вас занавески это ваш тренд здесь тренд нет занавесок да вообще тренд темного северного климата да такое больше шведский тренд мы ставим настольную лампу и и кендал то есть свечу на на подоконник и не завешиваем шторы на ночь хоть у меня есть такие шаттерс а потому что это увеличивает мое пространство дает больше света мне в дом скрывать мне нечего соседи вообще если я хожу в торговый центр то это что я делаю дома и ну естественно не в приватных местах а в таком моем жилом помещении в общем не нечего скрывать это мой тренд и я бы очень хотела вот весь и видео такое интересно вышло да я бы хотела очень чтобы вы написали мои дорогие друзья какие тренды в вашем регионе там где вы живете это очень интересно и пожалуйста пишите комментарии плохие хорошие у меня только хороший комментарий меня иногда обвиняют что у меня нет плохих комментарий на что могу сделать у меня только хорошие всегда комментарии пишите плохие тоже пишите всякие и это очень важно потому что таким образом я буду знать как у вас я хочу подсказать вам немножко как идет дождь это мой велосипед которым я пользуюсь но он такой крутить педали да вот это мой трампулин который я ленюсь это я привет меня там видно в моей красной кофточке немножко вот идет постоянно дождь на что поделаешь да вот вот такая погода я вас люблю обожаю и знаю точно что у вас все будет замечательно еще знаю точно что мы с вами скоро и обязательно увидимся до новых встреч мои дорогие пока пока